Вместе с нашей радиослушательницей Алисой Юргановой. Алиса, доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Индия, значит, у нас сегодня. Да. Ну, с чем у нас ассоциируется Индия? Танцы. Танцы, ну, это те, кто... Точка на лбу. Те, кто любил в советское время... И Болливуд. Да, индийские фильмы, да, это танцы, песни, все очень красиво, весело. А те, кто потом поехал туда, говорят, о, нет, это вообще не так, там грязно, там очень острая пища, воду пить нельзя. А я все-таки предлагаю как-то, ну, позитивненько подойти к нашей беседе, да, вот, допустим, куда нужно съездить и что увидеть, чтобы не разочароваться в этой стране. Индия большая и разная, вот, и чтобы не разочароваться и не получить шок, лучше ехать, конечно, в какие-то курортные штаты или в отдаленные южные провинции, потому что там более аккуратно, цивильно и, короче, все там хорошо. Есть еще город Бангалор, который является такой индийской кремниевой долиной, то есть там очень развита наука, и можно его действительно сравнить вот с тем научным центром, который так популярен, который в США находится. Вы там долго находились? Я ездила в Индию в течение пяти лет и находилась там примерно по одному-три месяца. То есть практически вы жили там? Ну да, как на даче. Хорошие сравнения. Вы были, вот, вы сказали, город называется... Мумбай. Мумбай. Да, это вот крупный город, который я посетила из индийских. Это самый крупный город? Самый крупный город Дели, это столица. Но раньше столицей был Мумбай, его еще тогда называли Бомбей, и вот как раз в Мумбаи и все болливудские фильмы снимаются. Собственно, там находится Болливуд. Да. Ну давайте к Болливуду мы еще вернемся. Что можно посмотреть в Мумбаи? В Мумбаи очень много интересных британских построек. Там очень красивые университеты и какие-то политические здания. То есть там архитектура довольно интересная. Притом, этот европейский стиль, он сочетается с индийским хаосом. То есть среди этих красивых монументальных зданий ходят по-прежнему девушки в саре. В Мумбаи продается уличная еда, очень много запахов, шумов, звуков. В общем, вот такая яркая Индия на фоне сдержанной Европы. А что вас удивило больше всего, когда вы все-таки очень долго там находились, что вас удивило в первую очередь? Контрасты. Контрасты. Вот в Мумбаи это очень ярко видно. Огромные небоскребы сочетаются с беднейшими трущобами, о которых все наслышаны. Но есть еще и третий левел, когда люди просто на улице живут. И при этом в Мумбаи можно встретить дорогие машины, люксовые магазины. И вот это все там на контрасте. Когда я смотрю какую-то хронику по телевизору и передачи, показывают кадр из Индии, меня, не знаю, я может быть ошибаюсь, но меня поразило, что вот эти люди, которые живут на улице, они вроде как, их особо не чудо, они как-то такие, это так или нет? Да, действительно, это так. То есть они так же веселятся, дети так же бегают по улице, играют, они так же любят своих детей. То есть такие на позитиве, такие, знаете, ну и сплю на асфальт, ну и что, ну и нормально. А потому что зимы сибирской не нюхали, да? Да, именно так. То есть там попроще в этом плане, нету вот таких физических каких-то... Испытаний, скажем так, да, тела. То есть лег на асфальтик и не простудился ни разу. Притом они все имеют какое-то дело, пусть маленькое, но они что-то делают. То есть они могут зарабатывать всю жизнь тем, что плетут веночки из цветов. Либо они просто просят милостыню, либо они там разносят какую-то там газету, прессу. Ну то есть не бездельники могли бы жить, да? Не бездельники, да, и плюс к тому там как-то с алкоголем все очень хорошо, то есть люди не пьют. А, в этом плане хорошо. Русскому человеку такое сказать. По-нашему это наоборот, да, все. Понятно. То есть у них просто нет цели, допустим, те, кто живут на улице, у них нет цели жить не на улице. Вот и все. И они довольны тем, что они имеют. Ну там же еще до сих пор существуют касты, и они, может быть, и хотят, но не могут. То есть людям, которые принадлежат к низшим кастам, им просто нельзя делать что-то другое. То есть они не могут, допустим... Они не могут стать богатыми, да, или как? Да, не могут. Они даже иногда не могут людей, которые более высшей касты, трогать. Вот. У них всю жизнь вот такое вот... Разделение. Путь, да, и они с этим смирились и не обламываются, как говорится. Так вот в этом и соль, да, что они не расстраиваются, они не кусают локти, они не сидят в депрессии. Они живут, вот так живут, как привыкли. Да, конечно, им порой бывает тяжело, и у богатых, и у бедных бывают проблемы, но какого-то вот там национального горя по поводу бедности я не заметила. Давайте о прекрасном поговорим, да, что вам там понравилось, что нужно обязательно посмотреть. Допустим, человек собирается поехать, и вы ему рекомендуете. Он ни разу там не был, я, например. Ну, на самом деле в Мумбаи особо ничего интересного нет. Так, вот. С этого надо было напевать. Себе, еще вопрос, да. Ну, это большой город, да, там вот можно увидеть вот этот контраст, там можно посмотреть архитектуру. А за интересными впечатлениями лучше, конечно, Гуа. Гуа. Да. А вы там были? Да, я вот туда и езжу, собственно, периодически посещаю по пути других. А давайте про Гуа. Дача там и находится. Да, давайте, но уже после рекламы. После рекламы, да. С Алисей Юргановой мы сегодня путешествуем по Индии, и сейчас отправляемся. Я хотел сказать на Гуа, но это неправильно, да? Да, правильно говорить в Гуа. В Гуа? Да. А почему? Ну, потому что на – это на остров, а в – это в штат. Гуа – это штат. А, это не остров. Да, это штат. Ну, теперь будем знать. Да. Мы сегодня много нового узнали, Саша. Скажи. Ну, и там песни, пляски и всё такое, нет? Или это ошибочно? Ой, там самый большой ассортимент песен и плясок. А когда туда надо ехать по нашему вот времени года? С октября по апрель можно ездить. В остальное время начинается жара, сезон дождей, в общем, там все уезжают и становится смешно. Жара, сезон дождей. Там же всякие проходят танцевальные фестивали, да? Да, очень много. Там есть целое разделение с севера на юг. Арамболь – это деревня, где обитают живые музыканты, которые играют живую музыку. Разные фаерщики, артисты, фокусники. В общем, такая этническая тусовка. Морджим – это деревня техно. Там все такие модные, одеты с лоском, девушки там с губами. И порой можно даже встретить девушек на каблуках. И там проводятся технофесты. Туда приезжают тоже со всего мира диджеи. Технохаус, короче, это Морджим. И дальше на юг будет деревня Анджуна. Там обитают трансеры. А, транс-фестивали. Да, это гоа-транс. Это флюорные декорации, это быстрые очень ритмы. Ну вот и вся вот эта культура. Вы там везде побывали, нет? Да, везде. Где понравилось больше всего? В Арамболе. Я живу в Арамболе обычно. Это там, где… Это кто там? Это там, где живые музыканты. А, живые музыканты. Ну, посреди живых приятней. Да, согласна. Давайте… Да, что вам? Про еду можно спросить. А, обязательно, конечно. Там же вообще всё так особенно. Поскольку гоа уже давно туристическое место, там можно найти любую еду. Там даже есть кафе «Борщ», есть заведение «Пирожки», там обычные настоящие русские пирожки. Кухню любой страны можно там встретить, но в локальных кафе там всё, как вам рассказывали, очень остро. Очень остро. Ты практически не чувствуешь вкус пищи, ты чувствуешь вкус специй. Поэтому неподготовленному человеку лучше. Искать пирожки. Да. И борщ. Чтобы хоть понять, что такое национальная кухня Индии, но при этом не остаться без гортани. Да, есть такое блюдо «Мумо». И есть «Мумо» с сыром и шпинатом. Это очень такая вот мягкая пища для любого желудка. По-русски это называется пельмени. Но выглядят они немножко по-другому. И вот, ну, там немножко таких вот специй, очень аккуратных, которые вы можете даже не заметить. Вот это да, это очень классное гуанское блюдо. А из напитков? Ласси. Это что такое? Ласси – это фруктовый кефир. И там его делают со свежими фруктами. Можно попробовать манго-ласси. Очень вкусно. Это такой, ну, как милкшейк, но только на основе кефира. Индийского кефира. Ну, перекусили и давайте возвращаемся в Болливуд. Как у вас туда занесло? Кто не знает, это как Голливуд, но только в Индии, да? Болливуд. Найти работу в Болливуде проще, чем кажется. Есть в Телеграме специальный чат, в котором постоянно опубликуют вакансии. И вот появилась вакансия, я записала короткое видео, там буквально надо было пару фраз сказать на камеру, просто на селфи-камеру записала. На каком языке? На английском. На английском? Да, и меня выбрали. И надо сказать, что это был очень интересный опыт, потому что до этого я снималась только в массовке, в клипах. Вот. А здесь был прям настоящий фильм. И там все по-другому. Если в массовке люди, ну, к работе своей не очень ответственно относятся, там все опаздывают, там постоянно какие-то задержки, непонятки, что-то забыли. И там однажды мастер по макияжу потерял свою сумку с косметикой, то есть вот такое бывает. А там была серьезная работа, я почувствовала себя в настоящем кино. У меня была эпизодическая роль, там надо было буквально сказать пару фраз, и я снималась в фильме о биографии порно-актрисы. Да, действительно, да, это так. Ну, там без всяких... Художественный фильм? Да, художественный фильм. То есть о том, как она вообще попала на сцену. Она сначала была порно-актрисой, а потом ее пригласили в Болливуд и потом в Голливуд. Я играла роль секретаря в журнале Penthouse. И вот мы там с другим секретарем пересмеивались насчет того, что, типа, директор Penthouse уже совсем не тот. И вы по-английски разговаривали? Да. Куча камер, огромное количество техники, большая команда, все торопятся, быстро работают. Вам подище заплатили за это, нет? Да, заплатили. Причем неплохо, могу озвучить, если нет. Да, а что в чем нет? За один день пять тысяч рублей заплатили. Ух ты, круто. Опять пришлось, нет? Танцевать. Эх, Болливуд уже не тот, понимаете? Эх, вот в наше время я понимаю, а я мадиско, дэнсэн, тын-тын-тырин. Вот это да. А это что, понимаете? Куда наш Болливуд катится? Ваш Болливуд. Ну это до сих пор там есть. То есть вот эти групповые танцы, это по-прежнему модно. Особенно в клипах. Там тоже были группы? В музыкальных клипах, да, как раз мы с девушками стояли в водопаде по колено и все вместе танцевали. А певцы, солисты на переднем плане пели песни. Ну, попсовывали песни. Класс. Спасибо, Алиса. Это еще не все. Как и всех гостей, мы просим рассказать о вас какой-нибудь забавный случай из жизни. Ну, наверное, он связан будет с Индией или нет? Да, конечно, с Индией. И вот есть у них такая интересная особенность. Они очень любят фотографироваться с туристами. Уж не знаю зачем, может быть, они потом будут показывать своим друзьям фотографию совместную и говорить. Вот, я ездил в Гоу, познакомился с белыми, мы теперь друзья. Короче, они очень любят дружить, фотографироваться. И настолько они это любят делать, что мне уже это надоело. Короче, я сначала сфотографировала с ними, а потом перестала. Просто вежливо говорю, нет, нет, нет. Но в прошлом сезоне ко мне подбежала толпа детей, и они такие с горящими глазами, такие, пожалуйста, можно с вами сфотографироваться, очень хотим. Они такие милахи, все такие классные. Я такая, ну ладно, давайте фотографируюсь с ними. И они потом такие, ой, хорошо, хорошо, ля-ля. Десять рупий. Класс. Это еще ладно, а то потом убежали, а где сумочка? Вот это тоже вариант такой возможный. Нет, нет, воровство это очень редко случается. Ну хорошо. Добрый индус хороший. На этой позитивной ноте. Да. Мы попрощаемся. Алиса Юрганова, спасибо большое за это путешествие. Спасибо вам.